Итак, давайте же мы с вами рассмотрим на сайте информационного поля, которое нам определила Российская Федерация. Итак, видите, да, набрано право ГОФРУ. Это как раз то, что определено в федеральном законе Российской Федерации, на каком сайте именно выкладываются документы Российской Федерации. Итак, смотрим следующий документ. Это реально, в сети интернета мы находимся и смотрим с вами. Итак, вот постановление Верховного Совета РСФСР о денонсации договора в образовании СССР. Видите, да, где Хасбулатов подписался аббревиатурой, вот, то есть не человеком, соответственно, этот договор как бы не правовой. Вот, и здесь они как бы прекращают деятельность Советского Союза. Посмотрим, видите, написано документ, отображается не в последней редакции, то есть есть еще какая-то редакция. Смотрим. Изменения 15.03.2016 года, но редакция это не готова. Вот, пожалуйста, видите, он ее не выдает. То есть, получается, с 96 года уже прошло 21 год, а редакцию так и не подготовили. Почему-то непонятно. Так, давайте все-таки посмотрим статус этого документа. Вот, справка, сведения о документе. Смотрим. Видите, утратил силу. То есть, документ, прекращающий деятельность Советского Союза, он утратил силу. То есть, Советский Союз существует. Этот документ не действует. Вот, когда он утратил силу, мы не знаем с вами, потому что информации об этом нет. Нет исходной редакции. В этом окне вы тоже вот видите, да, что утратил силу. Дальше посмотрим следующий документ. Ну, так, это все нас просто ввели в виртуальную реальность, в заблуждение нам. Мы нас ввели в заблуждение из-за правовой неграмотности. Вот Конституция, основной закон Союза Советско-Социалистических Республик. Исходная редакция, видите, да? Изменений у нее нет. Хотя мы с вами знаем, и далее посмотрим на сайте Консультант Плюс, что у нее было много изменений. И эта редакция, видите, действует без изменений. То есть, именно та, которая была в 77-м году. Посмотрим статус документа, сведения. Пожалуйста, Конституция СССР от 77-го года действует без изменений. Вот вам еще один факт, документ, да? Дальше смотрим следующий документ. Постановление Верховного Совета РСФСР. Это постановление о том, чтобы банк, центральный банк РСФСР, принял, скажем так, дела у Госбанка СССР. Вот здесь написано, центральному банку Российской РСФСР до 1 января 92-го года принять в свое полное хозяйство и ведение управления по состоянию на 22 ноября 91-го года материально-техническую базу и иные ресурсы Госбанка СССР. Сеть его учреждений, предприятий, организаций, расположенных на территории СССР. И это постановление вы видите 22 ноября 1991 года. Советский Союз еще существует. Официально сложил полномочия Горбачев 25 декабря в 19.00 1991 года. То есть СССР существует, но Центробанк Российской Федерации должен принять дела уже у Госбанка. На каком основании? То же самое подписано в Вите Хасбулатов аббревиатура. Давайте посмотрим статус документа. Действует с изменениями. Видите, да? Исходная редакция. А, действует без изменений. Все. То есть он получается действует еще до сих пор. Давайте посмотрим следующий еще документ. Тоже постановление Верховного Совета РСФСР. Вот это постановление Президения Верховного Совета РСФСР. Оно вышло чуть-чуть позже. 20 декабря уже 1991 года. Но тоже до еще развала якобы СССР официального. Ну, СССР же 25 сдал Горбачев в полномочия декабря. Поэтому это еще до 20. И тут уже написано. Смотрите, как интересно. Председателю Центрального Банка РСФСР Матюхину образовать в течение суток комиссию для рассмотрения решения в установленном порядке комплекса вопросов, связанных с осуществлением мероприятий по упразднению Госбанка ССР. Видите? Одной С нет. То есть они упраздняют какой-то банк несуществующий и трудоустройство работников его центрального аппарата. И следующий пункт. Установить, что работники центрального аппарата Госбанка, уже правильно, СССР, которые они не упраздняют, да, упраздняют какой-то другой банк без одной буквы С. Установить, что работники центрального аппарата Госбанка СССР могут переводиться с их согласия на работу в Центральный банк РСФСР с сохранением заработной платы, льгот и тому подобное. И далее установить, что часть имущества Госбанка ССР будет передана координирующему органу исполнительной дирекции Банковского союза государств, членов Содружества на основании тому подобное. То есть, часть имущества, а значит, остальная часть останется у Госбанка СССР, чтобы он продолжал свою работу дальше. Ведь они его не упраздняют, они упраздняют какой-то Госбанк СССР, но не СССР. Дальше. Смотрим статус документа. Действует без изменений. Пожалуйста. Итак, нам вроде бы сказали, что Госбанк СССР упразднен. Давайте мы теперь обратимся на другой сайт Центрального банка. Вот. В Яндексе. Центральный банк Российской Федерации. Курсы валют. Пожалуйста. И вот вам, пожалуйста, официальные курсы валют Госбанка СССР. Видите, да? То есть, Госбанк СССР жив и он действует. Смотрим, какие же курсы валют. Вот на сентябрь нынешнего года курсы валют Госбанка СССР. Официальные курсы Госбанка СССР иностранных валют по отношению к рублю принимаем в платежно-расчетных отношениях Российской Федерации с иностранными государствами по торговым и кредитным соглашениям бывшего СССР. И вот вы видите, доллар США, 100 долларов, 53 рубля, 80 копеек. То есть, получается, 1 рубль почти 2 доллара стоит. Евро, 100 евро, 62 рубля, 100 евро. Это курс Госбанка СССР. Выражение бывшего СССР. То есть, оно не значит, что он не существует. Это просто бывшего в смысле, что в прошлой форме, в какой он существовал, СССР. Бывшего СССР. Бывшего. Но сейчас он существует, просто он может в другой форме. Ну, может быть, здесь надо было написать тогда не бывшего, если бы его не было, а, скажем, существовавшего ранее СССР, допустим. Это тоже подразумевает, что он сейчас существует. Ну, не знаю, бывшего. Бывает бывший муж, но это не значит, что он мертвый. Да. Так ведь? Я вот к этому, да, и говорю. Бывший муж, но он не мертвый, он живой. Бывшего СССР. Вот. То есть, СССР живой, он не мертвый. И вы уже видите, да, что Госбанк СССР до сих пор работает.